На днях американские демократы прибегли к расистскому приему, чтобы удружить к Кремлю. Было время, когда я не выносил левого журналиста Глена Гринвальда, но неожиданно мы оказались с ним в одной лодке. Я уже несколько лет читаю его, не зажимая себе нос. Я на днях набрел на его статью, напечатанную 14 января на сайте Substack, которая является одним из редких по нынешним временам американских ресурсов, не подвергающих ваши тексты политической цензуре. Он, правда, делает исключение для ненормативной лексики, поэтому я на нем не печатаюсь. Статья Гринвальда озаглавлена «Демократы применили в Сенате абструкцию пережиток Джима Кроу для того, чтобы защитить Кремль». Джим Кроу – это прозвище расовой сегрегации, пережитком которой демократы называют сейчас «абструкцию», то есть парламентское правило, требующее, чтобы большинство решений в Сенате США принималось как минимум 60 голосами из сотни, а не простым большинством. Это не совсем демократично, так у нас не демократия, а республика. Благодаря наличию абструкции Сенат не смог провести при Байдене новые избирательные законы, которые обеспечили бы фальсификацию выборов и обеспечили демократам победу на вечные времена. Демократы также планировали провозгласить Пуэрто-Рико и округ Колумбия, то есть город Вашингтон, 51-52 штатам и таким образом навеки получить еще четверых сенаторов от своей партии. Они рвутся увеличить число членов Верховного суда, чтобы там не было нынешнего консервативного большинства, созданного Дональдом Трампом. Да мало ли, что они еще придумали бы, но абструкция преграждает дорогу прогрессу, как айсберг Титанику. Поскольку она служит сейчас главным тормозом прогрессивной перестройки, демократы ее больше не любят, хотя в прошлом пользовались ею на полную катушку. Выступая в мае 2020 года на похоронах афроамериканского трибуна конгрессмена Джона Льюиса, чьим именем назван один из избирательных законов, разбившихся сейчас об обструкцию, Барак Обама призвал к ее упразднению и назвал ее еще одним пережитком Джима Кроу. Правда, он сам неоднократно пользовался этим пережитком сегрегации, чтобы торпедировать республиканские законопроекты, но этим его не попрекнули, потому что он бог. В 2017 году при Трампе, когда демократы были в Сенате в меньшинстве, 32 из них подписали письмо с призывом не трогать обструкцию, поскольку она необходима для сохранения существующих прав и прерогатив сенаторов, участвовать в насыщенных, энергичных и продолжительных дебатах в ходе рассмотрения законодательных инициатив. Прошло всего 4 года, демократы сделали поворот на 180 градусов. Сегодня обструкция больше не гарант прав меньшинства на участие в насыщенных, энергичных и продолжительных дебатах, а, как пишет Гринвольд, безошибочный симптом белого национализма и фашистского презрения к демократическим ценностям. Примечательно, как демократы наделили доселе заурядный парламентский прием расовым подтекстом. Применение обструкции изобличает ныне в человеке безусловного расиста. Заголовок майской статьи левого публициста Джонатана Чейта в журнале Нью-Йорк гласил, вот почему обструкция – это пережиток Джима Кроу. По словам автора, в прошлом к обструкции прибегали редко и почти всегда с целью блокирования законопроектов о гражданских правах. Снова напомню, что саботажем законов о равных правах черных в первую очередь занималась демократическая партия, а проталкивала их в первую очередь республиканская. Окончание в следующий раз, Владимир Козловский. Субтитры создавал DimaTorzok